На Таирово с самого утра продолжается разбирательство с якобы незаконным строительством высоток. Возле стройплощадки будущего жилого комплекса пространство на Тульской спилили деревья. А теперь на этом месте работает спецтехника, чтобы обеспечить комфортный подъезд транспорта к стройке. Местные в свою очередь вышли на протест. На остальных деревьях, растущих на стройплощадке, хорошо видны цифры. Жители микрорайона уверены, что и эти деревья скоро срежут. Представитель застройщика говорит, что о спиле зеленых насаждений ничего не знает. На месте конфликта была Нарина Щеглова. Вчера днем на стройплощадке активизировались строительные работы, а с утра местные обнаружили вырубленные деревья. Они с самого утра митингуют, утверждая, что зеленые насаждения были спилены незаконно. Уже наглым образом начинают захватывать территорию, лишь лежащую. Это муниципальная собственность, это собственность города. Они решили ночью просто своими силами спилить в наглое два дерева. И сейчас они с маршала Жукова делают дорогу, которая будет проходить через тротуар, там, где будут ходить люди и все остальное. У нас есть разрешение на выполнение строительных работ, у нас есть разрешение на установку забора, на организацию въезда, на все работы, которые здесь выполняются. Мы не знаем, кто спилил деревья. Речь идет об участке площадью 17 соток по адресу улица Тульская 110-112. Здесь планируется строительство высотного комплекса пространства на Тульской. Застройщик обещает развитую инфраструктуру, спортзал, кафе, детский центр, а также благоустройство близлежащей территории. Местные в столь радужную перспективу не верят. В рамках закона они не имеют права строить 16-этажный дом, потому что это реально 10 метров, даже меньше, чем 10 метров от жилых домов частного сектора. Это будет двухситационный 16-этажный дом на 200 квартир, при количестве парка мест 24 штучки. Мы понимаем, что далеко ходить не надо, жилый массив радужный, там, где даже пешком не пройти, это будет еще хуже, чем тут. Горсовет отвел эту землю областной прокуратуре. Агент-подрядчиком выступает фирма «Трансбудпроект». Если верить рекламным объявлениям, здание планируют сдать в эксплуатацию в первом квартале следующего года.